Скоростной бег на коньках на короткой дорожке. Именно так переводится американское слово шорт-трек. Слово, ставшее таким родным после триумфальной победы Виктора Ана на Сочинской Олимпиаде. И сегодня на этой олимпийской волне в Бурятии проводятся соревнования по шорт-треку среди детско-юношеских спортивных школ. Мы уже второй год подряд проводим переносы Республики Бурятия по шорт-треку, который мы ведем практически в четырех районах Республики Бурятия. Это Хоринский, Мухаршибирский и Закаминский, город Оланды. На старт! Внимание! Марш! Сегодня юные спортсмены соревнуются в дистанции 500 метров, а после побегут в смешанную эстафету в четыре круга по 400 метров. Давно шорт-треку занимаетесь? Давно. Я штыки не занимаюсь. Именно приходили? Нет. Хоккей? Хоккей. Я две недели занимаюсь. Я тоже две недели занимаюсь. Я тоже две недели занимаюсь. Вам нравится? У кого есть перфиксировки? Да. Скорость. Развивать максимальную скорость и оттачивать мастерство спортсменам не мешает даже отсутствие необходимой экипировки и тренировочной базы. Конькобежцы занимаются только зимой. Проект Ледового дворца заморозили. Но даже в районах Республики, где наиболее остро стоит вопрос с тренировочными базами, этот вид спорта очень любят. Мы болеем за детей своей родной школы. Это Цакирская школа интерната Закаминского района. На базе нашей школы именно коньки, шартрек, какие очень рады это. Поэтому и будем толерантами, конечно, будем болеть за всех участников. Их мало, но все в тельняшке. Я болею за свой район, Закаминский район. Здесь у меня участок дочка. Недавно в Закаминском районе у нас миспеканские игры были. И она выиграла там, первое место заняла. Падения и триумфы. Здесь все как в большом спорте. Лучших спортсменов сегодня наградили медалями и грамотами. И кто знает, может быть, уже через четыре года. Именно они принесут медали российской сборной на Олимпиаде в Корее. Марина Непомящих, Александр Хомоганов, первая альтернативная.